Контроль за работой перевозчиков будет усилен. Пассажирам без масок перестанут продавать билеты. В общественный транспорт по-прежнему необходимо входить в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно в городе проводятся рейдовые проверки. За соблюдением масочного режима следят во всех видах транспорта. Пандемия наша никуда не ушла. Мы видим тревожные новости из столицы в том числе приходят. Поэтому надо помнить о том, что в транспорте риск передачи какой-либо инфекции должен быть минимизирован. Для этого у каждого пассажира на лице должна быть маска, закрывающая нос и рот. За прошлую неделю на нарушителей было составлено 9 протоколов. Сегодняшняя проверка показала, что большая часть пассажиров прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей и исполняют постановление губернатора о необходимости масочного режима в общественных местах. Я думаю, все должны носить еще. Рано выбрасывать маски. Я вот привитый, оба, значит, да? Я все равно ношу. К сотрудникам транспортных предприятий тоже особое внимание. Регулярно с ними проводятся инструктажи. Если экипаж нарушает масочный режим, пассажиры могут оставить жалобу по телефону горячей линии, который размещен в салонах. Не нужно ждать, пока приедет контролер, зайдет в автобус с полицейским, либо с народной дружиной и накажет вас, сообщит вам о том, что вы нарушили режим. Лучше сразу перед тем, как зайти и приобрести билет, наденьте защитное средство. Тем самым вы защитите себя и своих близких. В период пандемии весь подвижной состав регулярно дезинфицирует. Эта работа организована круглосуточно для снижения рисков инфицирования. Салоны машины и вагоны обрабатывают специальным раствором. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События.